спинок под зад и она работает. А через 5 месяцев эту выкидывать другую ставить, или эту все-таки подчинить, или как Windows 10. Это другой тип мышления. Наш язык даже часто запрещает говорить в этих терминах. Дальше я говорю, что предприятие, которое мы автоматизируем, то есть мы автоматизируем деятельность. Деятельность – это целенаправленная деятельность, это обычная форма. Предприятие – это такой физический объем. Туда входят люди, туда входят оборудование. Вот что будет здесь. Люди, мешки, микрофон. И что еще туда обязательно входит? Это была бы просто куча людей, если бы не было бы понятно ответственность каждого за распоряжение ресурсами, то, что мы можем сказать. Кто, кого, о чем может попросить. И вот это очень важно. Организованное. Это с понятными полномочиями и ответственностями по имеющимся в их распоряжении труду, программам, оборудованиям, объектам работы. Если вы собрались на необитаемом острове пучке людей, то вы нет предприятия, пока вы не организовались. Пока полномочия ваши не полны, то пуча людей, не предприятия. Если вы в зале собрались и все, то полномочия не понятны, вы как бы не танец и не дискотектор. Вы просто как бы собрались. И для меня вот это вот важно. Потому что когда мы рассматриваем системную схему проекта, то вот оно предпринятие, куда входят работы, команда, технология. Если мы хотим что-то автоматизировать, то мы вот это вот и автоматизируем. Вот она деятельность. Потому что там вот возможности, какие-то системы, стейкхолдеры. Вот это то, что мы делаем, какие системы. Ну а мы-то хотим автоматизировать какую-то деятельность людей. Вот они, люди наши организованные. Вот те самые станки, которыми они работают по каким-то технологиям. Капитал вот сюда идет. Вот человеческий капитал. Вот просто капитал. Ну и какие-то процессы, которые мы автоматизируем. То есть те работы, которые надо сделать. Это относится и к венделу. Ну так бы сидел кассир, принимал деньги, что-то перечислял. А так мы вот заменили кассира, заменили операциониста, заменили вообще всех заменили. Заменили какую-то команду вместе с банком. Остались клиенты. А там все, да, стейкхолдеры там, конечно, остались. Но вы понимаете, это же как… А могут клиенты сами управлять этой системой в целом? А если бы они в этом разбирались, то, конечно, да. Но они же не разбираются. Коллективный разум. То есть кто-то… Я в коммунизм давно не верю, в социализм, что вот такой коллективный, как бы общий разум. Вот социалистические идеи, почему-то они вот, когда вот нет вот этой вот организации, которая вот с понятными полномочиями, ответственностью, по имеющимся распоряжению труду, то коммунизма нет, а в социализме обычно сразу находится дистантор, и полномочия становится понятно. Как анархия? Анархия же тоже система? Или это без системности? То есть вы говорите, что есть понятное отсутствие полномочий? Да. Но оно как-то движется. Нет, потому что анархия, если вы помните, она работает на добровольной договоренности. Да, да. Это все равно означает, что с того момента у вас появляется полномочия. У каждого участника. Потому что им принадлежит, а что им не принадлежит полномочий, анархия в долях. Ну, в долях. То есть биткоин, опять же, если в качестве субъекта, то есть это децентрализованная автономная организация, в которой участники, и там множество, которые сами голосуют своими мощностями. Биткоин прямо вот голосует, да, он такой большой, он прям как финансовая система, если посмотрите, и сколько лет он существует, и все, он, знаете, как это, вечно подающий надежды. Ну и что развивается же? А я говорю, что надо думать, чтобы вечно подающих надежды, почему за это время очень много финансовых сервисов появилось, размером там раз и больше, а он все вот подает и подает надежды. Я как раз и говорил, суть моего доклада это рассказать о том, что в голове должно быть, чтобы понимать хотя бы, почему это происходит. Значит, дальше я перехожу к тому, чтобы не застревать, к тому, что у меня есть для работ команды технологий, три разных способа описания деятельности по принципу. Это вот просто такая классификация. Значит, есть традиционный способ, ориентированный на работу. То есть, что я хочу выполнить, какие шаги и процессы я хочу сделать, какой проект я хочу сделать. Это process-based, activity-based. И проектное управление, и процессное управление, наши любимые и личные, они основаны. Тезис понятен, да? То есть, то, что нам знакомо, оно описывает ни разу не команду, ни разу не технологию, оно описывает работу. Технологии, это ориентированный на рабочие продукты, продакт-based, ведение дел, управление задачами, работа с практиками, управление кейсами. И ровно поэтому у нас весь agile мир, в котором не очень понятно, что делать на каждом шаге, да? Ну вот, процессы, проекты, которые говорят, вот, или в больнице, когда выпишем пациента, врач вам всегда говорит, когда надо, когда будет готов. Никогда не скажешь, что там, по-недельнице, да? Потому что, ну, зависит не только от его усилий, но вот от звезд, от пациента, от новых лекарств, и программист также. Потому что не только от его программистов усилий зависит, но и от центра, от звезд, там, участвования. Вот в agile вы работаете со щитрекером. То есть, с артефактом. Вы работаете с какими-то объектами, но там нет вот процесса, и нельзя сказать, какие точно шаги вы сделали. Вот это вот принципиально важная штука. То есть, оказывается, когда мы автоматизируем деятельность, то есть, когда вы много чего должны сделать точно, но непонятно как. То есть, вы можете, конечно, сдвинуть и сказать, что у вас декларативное описание, то есть, есть предусловие и постусловие, и считать, что у вас план выполнения деятельности как-то сам с собой соберется. Ну, там, предусловие склеится с постусловия предыдущей операции. То есть, есть планировщик. Но, опять же, когда у вас много разных агентов, они собираются. Такой к черту планировщик. Сначала надо договориться, кто планирователь. Да. Ну, то есть, есть некоторые проблемы. И вот в этом месте у вас начинаются границы автоматизации, появляются люди. Ну, либо интеллектуальные агенты, которые способны держать общую модель деятельности в голове и заодно объяснять другим людям, что делать, а также брать на себя ответственность. Это традиционная задачка. У меня есть шифрекер. Как? Начальник раздает работы или я беру работу, да? Но надо запомнить, что это другое, это не совсем процессное управление, потому что в шифрекере у меня единицы работы над какими-то частями жизни. То есть, это product-based. И технологии, они обычно вот так. То есть, известно, что у вас как бы лаборатория или там цех или проектное бюро. И много-много технологий развернуто, но неизвестно, в каком порядке оно все будет задействовано. Понятно? Но продукты известны. Известно, что вот тут вы красите обычно, но какой краской и что, пока непонятно, пока сделать и делать. А вот тут вы там операции делаете, медицинские, но вот в каком порядке вот резать, чего, тоже пока непонятно. То есть, product-based. Но зато вы можете перечитать объекты, которые там находятся, перечитать эти операции, серверных объектов. А вот следующая интересная штука, это команда. Я говорю, почему интересная штука? Мой тезис-то продолжается, да? Я говорю, что, гляньте, оно обычно так выглядит, а это теперь все автоматизирует. Это dotline. Это означает, что команда должна исчезнуть. Чего я теряю в этой ситуации? Управляемость. Значит, там, обратите внимание, что команда описывается не командо-ориентированным способом, а почему-то они называются communications-based способом. А о чем там беседует коммуникация? Ну как? Ян Гитц обычно рассказывает это так. Приходит кто-то в пиццерию к клиент и говорит, пиццу Маргарита, пожалуйста. Когда он пришел, сказал пиццу Маргарита, например, он говорит пицца Маргарита, нажимает кнопки или просто орет на кухню, кухня слышит пицца Маргарита, кричит соус и кричит тесто. Берет соус тесто, в печку кладет, тот кладет все. Он говорит, странно говорит, в процессах такого нет, потому что в процессах тебе сразу рисуют, что вот у тебя есть соус, вот ты складываешь, вот ты печешь, вот ты выдал на прилавок, вот оно пересекает границу предприятия, и ровно вот бизнес-провод соцреинженерия, вот это вот мы и будем делать, вот это будем обождать. Странно. А то, что я рассказал, выглядит примерно так. Подошел клиент, что-то попросил, да? И далее побежал какой-то сигнал до стенки, от стенки отразился, и побежала какая-то деятельность. Что-то я, говорит, нигде не видел, чтобы вот это вот туда побежало, а назад возвращается, а тут где-то моделировалось. То есть они сначала о чем-то договариваются, а потом, а как это тестировать? Тестировать результат. Приходит человек в пиццерию и говорит, пожалуйста, мне обувь. В обуте. Ну, сигнал, говорит, прекращает бежать вот до первой стати. А что происходит? Ну, нельзя же сказать, что процесс за ним. Происходит обмен репликами, люди продолжают разговаривать. Если это автомат, он же как-то просто разноморки поддерживает. Человек будет во фрустрации, потому что он честно хотел в обуте, но он пришел, видит привалок, он честно просит. С его точки зрения, система, ну как, нужен третий человек, чтобы сказать, что он что-то не то просит. Либо не нужен, потому что за прилавком, если там стоит человек, а не автомат, он ему сам скажет. Чувствуете, там возникает сразу много чего интересного. О, говорит дец. Этот человек выходит в дискурс. То есть каждый раз, когда кто-то, кого-то может о чем-то попросить, вот полномочий попросить, и тот вроде как может отказать, но чаще всего не отказывает. Чувствуете формулировки такие? Пообещать, попросить. Интересно. Похоже на сделку, да? А там же как? Внутри сделок нет, тогда поворачивается, говорит, Лобутена херчит на кухню. Ну, он может не отказать. Ну, это операция. На следующей операции будет заслон, да? Ну, то есть сигнал как бы где-то не пройдет. Ну, это сделка была. Или они там заняты, он говорит, никаких тебе пицца-маргарит, мы тут чистим нашу печку. Кто-то говорит, клиент настаивает. Это что означает? Они вдруг выходят из процесса и начинают беседовать о том, как организовать работу. Переходят к другому. Помните предыдущий такт моего рассказа? На предыдущем такте я достаточно долго говорил, что мы не можем исключать из деятельности договорки по поводу деятельности, то есть обеспечивающей систему, то есть ту систему, которая делает эту систему. Далее они либо договариваются, что кто-то кого-то что-то не понял, и я думал, что Лобутена это пицца. И вообще в нашей стране Лобутена мы всегда называемым мордобой. Третьего привлекают. Но это же как раз интересно. Всегда, если не договорились, двое договорились, нормально, не договорились, всегда можно эскалировать. Что называется эскалация. И беда, если эскалации нет, потому что остается только мордобой. Как вы помните, деморатия это как раз способ изменить организацию общественную, только без скромности, без мордобоя. А тут, если у вас нет вот этого способа, только мордобой. Анархия от централизованной отличается тем, что либо ты в централизованную, либо в сообщество приходишь. Анархия чем хороша? То есть тебе там заблокировались там счета, то есть ты думаешь, что система должна так, а она и так не работает. Идешь на форум, тебе объясняют кто-то. Харик различал ближний порядок и дальний порядок. Когда вы говорите анархия, вы делаете вот такой шаг, попадаете вообще в другую страну. Потому что, когда я говорю об этих ситуациях предприятия, это ближний порядок. Мы этих людей знаем, видим, мы с ними общаемся. И есть какая-то система правил, с которой мы работаем. А есть дальний порядок, когда вам кто-то приходит с рынка, и вы не знаете, как это делать. Когда кто-то приходит, клиент, и начинает просить Лобутена вместо пиццы Маргарита, это как бы дальний порядок. Но внутри предприятия все то же самое повторяется, но там ближний порядок, там другой режим, это надо в другом режиме отрабатывать как-то. Но то, что я говорю, все равно говорит, что что дальний, что ближний. У вас вообще другой тип просмотрения. Что оказывается, сделки вот эти, кто-то что-то просит, кто-то может отказать. И есть еще один очень интересный момент, что есть сама договорка. То есть, когда ты выходишь в так называемые дискурсы, начинаешь договариваться в принципах договаривания. О чем вообще с тобой можно говорить? О распределении полномочий. Можно ли у тебя требовать обещания? Кто за тебя поручается? Чьих ты будешь? А с какой фирмой работаешь? Вообще традиционный вопрос. С какого района? С какого района, да. За твоей анархией сколько человек стоит? Кто за тебя поручится? На мой взгляд, это автоматизируется. Не факт, потому что они на то и есть. О наибольном разговоре, о выяснении отношений. А фактически они по ходу дела проектируют организацию. В то время, что это означает, что работа по созданию организации может быть автоматизирована. В процессе, да. Обратите внимание, не по созданию, зафиксировать договоренности, задокументировать, о чем мы говорим, а сами переговоры по созданию. Первого класса. Это означает, что предприниматель у нас автоматизируется, а вообще не автоматизируется. Ну да, полный искусственный интеллект, да, наверное. Да. Так это и есть дау, то есть децентрализованная автономная организация. Если тебе с улицы приходит человек... Обратите внимание, что у нас с командой, пока мы тут застрянем сейчас, наверное, я хотел сдвинуться, а потом технический перерыв сделаем. На пять минут. Ну, давайте. Сколько еще? Проветрить технически. Надо технический перерыв, и мы продолжаем. Сделай, сделай. Ну, давайте сделаем техничный перерыв. Просто я хочу сказать, что вот это вот, хотя бы как-то людям знакомо, изучить рейкеров, хотя в учебниках об этом не пишут, но вот то, что это способ agile, но это способ описания деятельности, оно как явно нет. Вот это хорошо знакомо и структурировано, а вот это вообще вот обычно даже в голову не приходит. Ну, запас. То есть это то, что вот выходит из мозга, и это считает, а это HR, там кто-нибудь. Одни HR, это ровно равноправная такая штука один из взглядов на предприятие. В общем, вы тут мать не задаете? Нет. Там команда не отдается с точки зрения поручений, полномочий. Чуть-чуть они рассматривают. Холократии, на мой взгляд, это решается. Сейчас вы увидите, у меня же съемки дальше будут. Поэтому после технического прерыва съемки. Ровно через 5 минут 19-20. Так. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok